Приветствую вас, как мне показалось из вашего текста, вы очень сильно хотите, чтобы действия мужчины были чем-то серьезным, проявлением влюбленности, то есть прям чувствовать у вас это желание. Но влюбленность, если она есть, нежность, если она есть, проявляется не в том, как мужчина гладит, перебирая пальцами шею женщин, как вы пишете, или гладить, а затем гладить ладони женскую щеку. Это не проявление влюбленности, и это не проявление нежности. Нежность и влюбленность, если это чувства, они проявляются немножко в другом, это более глобальные ощущения, и проявляются они в отношении к женщине в целом, как мужчина с ней говорит, как мужчина на нее смотрит, что мужчина для женщины делает. А то, что вы описываете, это, да, может быть, это страсти, да, это может быть сексуальное влечение, но это может быть также и просто одним из способов проявления мужчины какой-либо активности, знаков внимания, где то есть вполне возможно, что бывают такие случаи, что мужчина выразит все, выразит свои чувства, иначе как через ЭТО. Через вот такие действия какие-то он не может. То есть для него нет, допустим, слов, к примеру, вот, ну, просто слов, да, для него нет. Со словами у него есть проблема. Именно со словами у него есть проблема. Я хочу, я хочу, чтобы вы это поняли, что его действия предельно ситуативные. Его действия предельно определенные только в комплексе, только в комплексе с другими его поступками, другими его поведениями, другими проявлениями, проявлениями, простите, его поведения, можно будет говорить о том, есть ли у него к вам чувство, есть ли у него страсть, есть ли у него к вам влюбленность, или есть ли у него к вам нетность. В других, вот, в других случаях просто это сделать невозможно. В других случаях это, по сути, происходит проекция, то есть перенос всего того, что ходите вы на мужчину. И в этом смысле ответ Марины Голиковой, который уже прозвучал, и который, я полагаю, вы уже прочитали, является наиболее правильным. Вот, в принципе, и все. И да, если отвечать на ваш вопрос, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь просто потому, что вы не можете быть на 100% уверены. Если человек не может быть на 100% уверен, на что он ошибается, а в отношениях до 100% уверенности быть не может в принципе. А значит, значит, вы в отношениях, по сути, с этой точки зрения все время ошибаетесь. А это означает, что в отношениях нужно идти, отчасти, вслепую, а не ориентируясь на некоторую определенность, скажем так. А вы, судя по тому, что пишите, хотите именно определенности в отношениях, хотите защищенности, хотите ясности. Отношения – это не та история, где подобные проявления имеют место быть. Отношения – это не та история, где подобные характеристики могут быть успешно применимы. То есть, вы либо готовы к тому, что отношения – это действие слепую, ориентация на свои чувства, на то, что вы хотите для человека. Или вы готовы к тому, что отношения вы будете выстраивать исключительно, опираясь на определенности и, по сути, превращая их в аналог отношений же по расчету. Если говорить непосредственно в узком смысле слова, то я бы сказал, что действия мужчины говорят о его симпатии к женщине. О том, что она ему симпатична, о том, что она ему приятна, о том, что она ему нравится. В этом смысле Александр Ковальчук, который пишет о том, что мужчина начинает знакомиться со своей собственностью, отчасти прав. Перебирание волос женщины можно интерпретировать как, значит, ну, знакомиться с тем, с чем мужчина имеет дело. Но дальше это может совершенно не означать, что мужчина именно знакомится с собственностью. Может быть, мужчина просто прикасается к женскому, к чему-то женственному, к чему-то, что ему не хватает. Мы же этого не знаем. Мы же мужчину не знаем. Одни и те же действия могут у разных людей, у разных мужчин могут значить совершенно разные. Одни и те же действия у разных мужчин, у разных людей могут начать совершенно разные. Поэтому столь однозначно, столь категорично говорить нельзя. И у меня здесь, конечно, вопрос к вам. Вы к психологу обращаетесь или к эзотерику? Психологи не могут на основании нескольких жертв сказать о чувствах людей. Можно сказать о чувствах людей на основании жестов, которые непосредственно перед нами. Можно сказать на основании жестов, по фотографии, например, то есть вот по фотографии, можно сказать, да, там, к чему человек склонен больше там к влюбленности или к страсти или к нежности. Вот. Но так на основании этих текстов нет. Если вы хотите просто, чтобы вам подтвердили то, что вам хочется, ну, это одно дело. Если вы хотите, чтобы вам сказали правду, вот она это, это самая правда. Она не очень приятная, но это правда. Так есть. Дальше, вы, вы верно подметили, что нежность говорит о более серьезных чувствах, чем просто желание. Но здесь, с одной стороны, мне почему-то показалось, что желание вы обесцениваете, делаете его каким-то вот неприемлемым для себя. Что, что, звоночек по отношению к вам, как вы относитесь к сексу и так далее. Ну вот. С другой стороны, о более серьезных чувствах нежность не говорит. Нежность говорит о личностном росте мужчины. О том, что он личностно зрел настолько, чтобы проявлять нежность. Есть, самое есть. Потому что я не знаю, что это нежность, что это иллюстрация. У разных мужчин это может быть по-разному. Но если это нежность, то есть вы, вот вы думаете, что это нежность, то да. Это проявление зрелости мужчины, духовной зрелости. Но это не говорит о его серьезных чувствах к вам. Серьезных, серьезные чувства к вам. Вам хочется видеть в нем. Что, что вам хочется, этот след на самом деле может очень подключаться. И вопрос к вам. Почему вам этого хочется? Почему вам хочется, чтобы у него были серьезные чувства к вам? Почему вы ориентированы на его чувства, а не на свои? Почему вам так важно, что он к вам чувствует, и что его действия значит, а не то, что вы чувствуете, и что ваши действия значат? И отсюда можно предположить, что если у него к вам может быть влюбленных, нежность, то, что у вас заинтересованность, что у вас нуждаемость, что у вас потребность, это плодотворная, плодородная почва для, или правильно сказать, наверное, благоприятная почва, благоприятная среда для созависимости, для зависимости, для развития зависимости от этого человека. У вас. Пока еще не поздно. Надо отдалиться и проанализировать, что чувствуете вы, и что вам хочется. Что вам хочется для себя, и что вам хочется для мужчины. Это очень разные вещи. Что-то вы хотите для себя, это ваше ответственность. Что-то вы хотите для мужчины, хорошо проявить ровно настолько, чтобы чувствовать себя в безопасности, в комфорте. Понимаете? Чтобы вы могли уверенно сказать, что я готова для этого мужчины, например, ну, допустим, пока что, просто позволить ему вот гладить меня, к примеру. Окей. Или, я как-то готова с этим мужчиной проводить время, допустим, в ресторане, там, где-то, где-то еще. Окей. Или, я готова с этим мужчиной заниматься сексом. Окей. Все. Вы можете сказать, ну, пока, по крайней мере, некоторые клиенты обрегают вас в пути независимых условий. Жалуются, что вот, значит, дикий психоанализ, выводы абсолютно не верны и так далее. На всякий случай, по-другому кажется, что у вас уже опыт при надеяться с мужчинами есть, и точка зрения своя на мужчин есть и на себя тоже. На всякий случай, я хотел бы в упреждение возможной вашей такой реакции, для экономии вашего и моего времени сказать, даже если мои выводы кажутся вам неверными, неправильными, абсурдными, глупыми, какими-либо еще, это произошло только потому, что вы задали очень краткий, но очень серьезный вопрос, для ответа на который необходимо больше информации, для ответа на который необходимо взять интервью у вас, хотя бы у вас, чтобы расспросить про вас, про мужчину, про ваши отношения, про то, что вас объединяет, а то, сколько вы знакомы, сколько вам лет и так далее. Ведь сразу же от возраста, зависит влюбленность это или страсть, чем мужчина старше, чем больше это влюбленность, чем мужчина младше, тем более вероятно это страсть. Но и это не всегда точно, потому что люди бывают разные. У кого-то романтичная натура и у кого-то романтичность проявляются в один из определенных периодов жизни. Понимаете? Вот и все. Поэтому если я не прав, что простите, нужно больше информации. Поэтому прежде чем, допустим, оценивать ответ, я попрошу вас подумать, а дали ли вы, если не дали ли вы необходимый материал психологам для аналогов. Вот ведь, брат, о чем говорит жертва мужчины, а вам это зачем? Вам это для чего? Зачем вам это знать? По какой причине вы решили, что мы можем знать об этом больше? Ведь мы мужчину не видим, не видим, как он к вам относится. Мы этого не видим, мы этого не знаем, мы этого не наблюдаем. А почему вы решили, что мы можем дать ответ? На основании чего? На основании угадай или на основании вот моих предположений? Тогда цель вашего вопроса. Мне представляется, что вы достаточно умный человек, чтобы понимать, что мы люди и что мысли мы не читаем. Тогда какова же цель вашего вопроса? Проверить нас, проверить себя, проверить мужчину. Какая цель? Что-то вы проверяете. И если есть какая-то проверка, это значит, что вы не чувствуете себя в безопасности. А это значит, проблема с личными границами. Это значит, что где-то вы делаете что-то, что порождает ожидания и негатив. И вот в первую очередь именно с этим нужно работать. И уже потом со всем остальным. Потому что как пробоина в корабле потихоньку топит корабль, так и ваша пробоина в личных границах будет портить. И вашу жизнь. И отношения с любым мужчиной. И вообще с любыми людьми. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Будро помочь». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.